Насчет бесплатно. Блогерам перестали платить, блогеры все сбежали. Но я за других не знаю, у кого какая мотивация. Твоё оливье идеальное. Всегда. Я вкуснее оливье не ела. Ну вот, прекрасно. Ладненько. Часть подарка. У Насте завтра, кстати, день рождения. Я же не говорила. Мне 7 лет исполняется. Завтра 7 лет, Насте, исполняется. Всем привет, девочки мои. Давно не виделись. Решила, думаю, ну ладно. Заглянула в комментарии сейчас. Уже там кто-то написал. Где вы подевались? Где ваши влоги? Ну я никуда не подевалась. Я дома. Всё как всегда. Всё как всегда. Ничего нового. О, я смотрю, маленькие игрушки уже завязи такие. Вот так вот всё меняется. То были цветочки на деревьях, потом они опали. А сейчас уже маленькие игрушки появились. Вот. Я иду за Настей в садик. Мне надо сегодня забрать её и отвезти на тренировку. И побыть там с ней до конца тренировки. Пока не приедет за нами сын. Вот. Заберёт нас. Вот. Так что... Хочу вам сказать, девчата. О, интересное дело. Раньше не видела. Сейчас смотрю, на одном доме висит российский флаг. Ну вот видите, каждый по-своему проявляет свой патриотизм. Очень хорошо. Как нас всех вспотело. О, ромашечки какие, девчата. Смотрите, какие ромашечки. Какая прелесть, да? Классно? Классно. Чё, идём дальше. Вот, кстати, видите, флаг развивается на доме. Идём дальше. Посмотрим, что тут ещё у нас новенького, красивенького появилось. Какие цветочки лютики. Вот это вот. Кстати, вот эти кусты с такими цветками. У нас по надпроспектам очень много. Видите, какие? Вот, какая красота. Поснимаю вам опять красоту. По надпроспектам у нас очень много таких кустов. Они очень большие, такие широкие. И прям красиво смотрятся издалека. Вот эти беленькие цветочки. Я даже не знаю, как эти кустики называются. Ну, я ж не ботаник, чтобы всё знать. И это не важно. Главное, что это красиво. Вот. Так что идём. Наслаждаемся. Наслаждаемся. У нас погода, видите, то у нас ясно, то облачно. Солнышко уже в закат уйдёт. Ну, в принципе, ещё только начало шестого времени. Трава высокая, видите, какая. Вообще у нас уже выглядит всё как лето и пахнет всё как лето. Только погода такая ещё, знаете. То тепло, то прохладно. Вот так. Идём. Смотрю, цветочки растут. Правда, скромненько очень. Тюльпанчики, я смотрю, тут то ли они уже цвели, то ли их уже оборвали. Дальше он ещё чуть-чуть жёлтеньких виднеется. Ой, классно. Свежий воздух. Нет, с одной стороны хорошо, что ещё пока не жара. А с другой стороны уже хочется раздеться. Видите, петушок. У нас этот цветок называется петушок. Пойду сейчас по зелёной аллеечке. Ну вот у нас буквально завтра уже должен пойти дождь и резко понизится температура. 21 сейчас сегодня, а завтра будет до 16. И это будет дождь, там два дня. В общем, прохладно будет несколько дней. А потом опять 20-21. В общем, такая вот температурка колеблется. Ну я бы сказала, нормальная температура. В кофточке хорошо. Не жар-то, свежо-то, классненько. Так, интернат открыт. Люди там, сотрудники. Так, ну пройдусь я. Тут люди идут. А я хочу пройтись по этой аллеечке. И тут посмотрю. Ой, как зелено, видно. Видно. Посмотрю, не появилось ли тут чего-нибудь новенького, интересненького. А вот они, вот эти кустики. Ну только они тут небольшие. Такие вот. С белыми цветочками. Видны. Вот видите. Видите, вот кустик. Их тут много. Вон, вон. И дальше. И там он еще. Полно. Фух. У нас дождь был, когда вчера или позавчера. Такой свежий воздух сразу. Классный. Так, мне еще надо зайти в магазин. А, не в магазин, а там тут рядом рыночек в подвальчике. Хочу солененьких огурчиков взять и приготовить. Хочу для Насти оливьишку. Она вчера приходила ко мне ненадолго. Там сын оставил на пару часиков. Бабушка говорит, у тебя есть оливье? Я говорю, да я же не знала, что ты придешь. Не готовила. Ну, думаю, ладно. Сегодня она ко мне не идет. А завтра после садика я ее заберу. И я думаю, для нее приготовить оливье. Вот. О, какая красота. Вон там высокий куст с белыми цветками. Я вижу вообще высоченное, как дерево. Какая красота. Поляна такая. Ой, люблю на красоту полюбоваться. Голуби. Ой, им тут кто-то насыпал крупу какую-то. Они тут кушают. Ладно, пошла, девочки, я дальше. Так, ну что? Вот еще петушки. Сходила я. Вот они красивенькие такие цветочки. Купила я солененьких огурчиков. Подвальчики. Несколько штучек. Вот. И все. Там еще надо будет мне потом горошек купить. Колбасу. Остальное есть. Так, посмотрим, что у нас тут во дворах прорастает. А, вот такой вот с синенькими цветочками. Вот такой сорнячок. Такие голубенькие цветочки. Видите, красивые. Еще какое-то там растение. Интересное дело. Тут во дворах бывают такие интересные растения растут. Я смотрю, еще сирень даже не отсвела. Вот он, густик. Белые ромашки крупные. Смотрю, тут растут. Да. Ну а так-то больше ничего. Вот такая травища проросла уже. Видите, какая. Даже уже пожелтела где-то местами. Такое у нас уже, когда у нас лето, лето, лето. Ну и с этим, в этом году раннее получилось. И, в общем-то, как-то быстро все зацвело. И даже быстро все отсвело. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ладно. Все, забрала. Настюку я забрала из садика. Кто тебе угостил печенька или пирожки? Саша, Сема, твою самолучедую. Ва-ва. Понятно. Мама Семы, Саша, угостила печенька. Вкусная? Да. Вот. Ну, все тогда. Классно. Идем дальше. Ладно, пока Настюля жует, ей сказать нечего. Ну, скажут, может быть, потом в другой раз. Ой, сколько здесь у нас на спортплощадке. Детишек занимается много. О, как много. Так, ну, мы все, потелепкали на остановку. Нам нужно на автобус сезти ехать. Доброе утро, девочки мои. Сегодня уже день следующий. Похолодало. Я прям чувствую. Ну, вот передавались сегодня до 16 градусов. Сейчас уже 16. И будет сегодня у нас дождь, ливень. Даже пообещали порывы ветра сильные. Видите, как все зелено. Все классно. Вот эта ветка все ближе и ближе. Скоро я до нее уже буду рукой дотягиваться. Ой, она меня иногда пугает прямо. Я смотрю, гроздья тут висят на ветке. Вот эти вот. Скоро они распустятся. И будет упух везде летать сильный. А я уже с утра пораньше сварила яйца и картошку. Сейчас начну нарезать оливьешку для Насти. Ну что, девочки мои. Решила сесть вот тут вот поболтать с вами чуть-чуть. Пока буду нарезать оливье. На самом деле уже хочется покушать. Я решила сегодня на завтрак не есть овсянку, как обычно. А прям пахнет уже продукт. И я почистила картошечку, яйца. Вчера купила вот такие вот огурчики. Там продавала женщина, участники. Они малосольные, но они уже так подсолились. Вообще, последнее время в магазине что-то не вижу. Обычно я в оливье. Вот знаете, когда мне внучка говорит у бабушки, у тебя самое вкусное оливье. И дочке нравится тоже. Я, кстати, решила сделать побольше. Так, что я болтаю, ничего не делаю. Решила сделать побольше в этот раз, потому что я сегодня хочу к дочке съездить. Ну, там надо помочь ей кое в чем. И угостить ее тоже. Думаю, что мне стоит, собственно, сделать побольше оливье. Вот, и вот насчет огурчиков хочу сказать. Я в последнее время захожу, когда в пятерочку или в магнит, смотрю-смотрю, и что-то никак не вижу. Вот эти вот огурчики, которые я всегда в оливье ложила. Дядя Ваня или шесть соток, хрустящие или домашние. Вот я брала такие. Нету вообще либо красная цена, либо там какие-то другие маринованные. Но маринованные я не хочу ложить. А вот именно такие вот, как они не совсем маринованные. В маринованных обычно много очень уксуса. И из-за этого я их не люблю маринованные. Хотя раньше в детстве прямо очень-очень любила. Короче, решила там пойти на рыночек спуститься в подвальчик. И взять такие вот, ну, домашние соленые. Ну, там были домашние соленые. Мне они не очень что-то приглянулись. А вот эти вот взяла. Ну, пахнут они вкусненько укропчиком. Знаете, как делают. Вот. А еще я в оливье, ну, люблю немножечко еще положить свеженького огурчика. Вот прям буквально там немножечко. Огурцы, вернее, как картошка, а яйца обыкновенные. А колбасу тоже. Вот важно очень положить вкусную колбасу. Потому что вот от того зависит вкус. Если вкусная колбаса. Если вкусные огурцы. Ну, картошка, яйца обыкновенные там, собственно, беру. Вот. И потом я заправляю обычно сметаной и с добавлением немножечко майонеза. Так, чисто вот чуть-чуть для вкуса. Хотя, ну, можно одной сметаной. Один майонез не хочу. Майонеза много не хочу. Но чуть-чуть для вкуса так его добавить можно тоже. Вот такие вот дела. Так что я взяла кастрюльку сейчас побольше. И вот уже села резать. Нарезать перед телевизором. Ой, я в последнее время, девчата, вообще от телевизора не отхожу. Я прям сама себя иногда прям уже начинаю ругать. Да что ж такое целый день, целый день. Я смотрю то новости, то вот этот круглый стол там какой-нибудь, дебаты какие-нибудь. И уже это надоедает, честно говоря, одно и то же смотреть. Я переключаюсь на YouTube. Ну, бывает там что-нибудь гляну, какие-нибудь ролики. И опять начинаю вот как бы на эту тему. Ну, как говорится, кого что беспокоит, то и смотрит. Да, вот кто-то там мне написал в комментариях, что вот вам перестали платить блогерам, и вам теперь нечего снимать. Но на самом деле, девчата, события поменялись-то в стране, да. И, понятное дело, я слежу за событиями, потому что, ну, я, во-первых, хочу быть в курсе там, что происходит. Мне не все равно, я переживаю за нашу страну, за наш народ вообще. Но я обсуждать это не хочу у себя на канале, потому что у меня канал не политический никакой, ничего. Поэтому я вообще эту тему не хочу ни с кем не обсуждать, ни дебатов никаких. Я даже отвечать ни на какие вопросы вот на эту тему даже и не буду. Вот. Так что у меня канал обычный, про обычную женщину, простую, простонародную такую женщину. Это я. Вот. Так что, вот так вот. Что еще вам сказать? Сейчас вообще прогноз послушала, что там сегодня порывы ветра будут там до 18 метров. И гроза может быть, и ливень. И, в общем, я не знаю. Я к дочке собралась сегодня съездить, но мы с ней договорились. Сейчас я думаю, что ничего мне не помешает. Надо съездить. Хоть бы под ливень только не попасть. Не хотелось бы. Хоть я и зонтик, конечно, возьму. Но если ливанет. Как с ведра. Придется, конечно, как-то добираться. Вот. А, собственно, что я начала вот это видео снимать? Вот. Видите, когда у меня никаких событий, я просто дома нахожусь там. Ну, что у меня обыкновенно там. Ничего нового особо не готовлю. То, что мне нравится, и то, что по-быстренькому. И все, что я вот это вот из этих блюд готовлю, все это вы уже знаете. И показывать нечего нового рассказывать, нечего нового. При том, что с нами перестали же сотрудничать, я же уже говорила. И Василек. Ну, Василек, не знаю, дочка там, может быть, еще там заказы какие-то делает. Хотя давно не видела я у нее видео. Фаберлик вообще со всеми блогерами перестал сотрудничать. Поэтому кто-то мне спрашивал, а когда будет обзорчик Фаберлик, девочки? Я не буду рекламу делать бесплатную, потому что, ну, это как-то и зачем. Это я, когда заказики заказывала, тогда делала рекламу. Вот. Так что рекламу делать не буду. Рекламы нету никакой вообще. И дохода нету никакого вообще. Вот. А по поводу бесплатно, как-то кто-то написал. Насчет бесплатно. Блогерам перестали платить, блогеры все сбежали. Но я за других не знаю, у кого какая мотивация. Но я не то чтобы... Конечно, мотивация, когда вам за работу платят. Если я снимала через день ролики, и у меня была на это мотивация, конечно, мне хотелось заработать дополнительных денег к пенсии. Она у меня небольшая. Вот. А сейчас, если нет оплаты, как бы никакой, да, то о чем надрываться? Вот дело в том, что приходилось иногда через не хочу, через... Даже если не было, даже не было, если что-то там, темы какой-то снять, приходилось ее что-то придумывать, куда-то идти, что-то снимать. То есть, ну, понятное дело, что мотивация движет человечеством, да? Вот. Понятное дело. Но просто так, как бы, много тем, как бы, отпали сами собою. А что-то придумывать, куда-то бежать, а чего ради вот это вот натрываться? Что мне это даст? Вот когда человеку ничего это не даст, как бы мотивации нет. Я тут даже для сравнения вспомнила, когда я работала певицей в ресторане. Ну, понятное дело, что мне нравилось петь, и мне было еще до 30 лет, потому что в 30 лет это уже последнее, я помню, юбилей отметила, и уже ушла оттуда. Вот, когда пошла работать я туда вначале еще, как раз вот этот период был такой перестроечный. Когда я пошла работать еще туда в начале, в 86-м году, первый мой ресторан, когда я пошла работать в 86-м году, как раз дочки еще даже года не было, ну, нянечку тогда наняла и пошла. Заработок был хороший, в общем, было все прекрасно. Вот представьте себе, работаете вы на любимой работе, вам все нравится, все классно, и еще и платят вам за это. Все начиналось прекрасно, хорошо. Потом, значит, я ушла, какой-то период прошел, ну, потом опять вышла работать, и вот как раз уже мы тогда, помню, перешли на хозрасчет, как-то по-другому, в общем, у нас оплата была. И если мы до этого, у нас вот эти вот, знаете, как музыкантам платят денежки, да, за песню там заказывают, если мы до этого, раньше это все у нас делилось поровну на всех музыкантов и на певицу одинаково. И потом уже, когда другой раз я пришла, уже все, они перешли на хозрасчет, и уже там начали считать оплату мне от спетых мною песней какой-то процент. Ну, поначалу вроде бы, как бы, пошло вроде бы нормально-нормально, а потом началось то, что мне наш руководитель, он писал партитуру, в общем, раскладывал песню на ноты для музыкантов. Начал мне он намекать, что у него нету стимула раскладывать какую-то песню. Вот, допустим, появилась новая песня, ее просят, заказывают, но нету у него стимула, он на что-то намекал, что я ему что-то должна заплатить там, или еще что-нибудь хотел. Короче говоря, новые песни. Ну, понятно, на старых песнях долго не проживешь. И, в общем, какое-то время я продержалась на этих старых песнях. Ну, многим людям нравилось, как пою, поэтому иногда даже подходили и говорили, спойте, что вам нравится даже вот так. Вот, но все равно время какое-то шло, новых песен он мне не писал. И уже дошло дело до того, что я на работу приезжала. Бывало такое, что у меня не было заказов моих песен, или там совсем чуть-чуть. А так как работа заканчивалась поздно, мне нужно было ехать на такси домой. И бывало такое, что что заработала на такси, то и отдала. Доходило до того, что я приезжала на работу и ехала обратно на такси уже за свой счет. То есть заработка уже не было и не было. Поэтому я вынуждена была уволиться с любимой работы из-за того, что у меня просто не было заработка и чего ради я должна уже, как говорится, со своего кармана на проезд даже платить. Поэтому я пошла работать, как обычно. Я человек рабочий вообще, знаете, с детства. То фабрика, то завод, то еще что-то. Я нашла другую работу, обыкновенную работу, не певицей. И пошла работать, пошла пахать, потому что дети, детей нужно кормить. И просто так, как говорится, мне жизнь оплачивать никто не будет, просто так работать никто не будет. Так же вот и здесь, понимаете. Как бы мне не нравилось вот это вот занятие, то есть как вместо работы, вот это блогерство, допустим, если это поддерживалось каким-то доходом, какой-то мотивацией, то это один коленкор. Если это никак не поддерживается, то, понятное дело, мотивации нету снимать, как бы и придумывать ничего, не хочется ничего и делать, не хочется, не знаю, особо. С другой стороны, я иногда подумываю, может быть, пойти подыскать какую-то себе подработку. Не знаю пока что, потому что мне иногда приходится там то с внуками посидеть. Не хочется мне себя никак занимать сильно, потому что внуки. Вот видите, у меня там, то Настю я в субботу забирала, там на тренировку отвозила, да. Вот на этой неделе, вот вчера я Настю забрала, сегодня мне надо в садик Настю забрать, потому что, ну, Наташа там уехала, отъехала она несколько дней. И бабушка нужна, понадобилась. Там еще какие-то могут быть обстоятельства, поэтому сильно занимать себя не хочу. Но пока что, пока что еще держусь. Ну, подумываю о том, чтобы, может быть, какую-то работу найти. Конечно, хотелось бы что-то. Я такой человек домашний в последнее время стала вообще очень. Мне из дома куда-то выходить, но совсем никакого желания. в магазин пойду, наберу полные руки. И потом сумки эти приволоку, потому что я люблю еще что-то брать впрок. Если я знаю, что у меня чего-то там маловато осталось, да. Я отберу немножечко так с запасом, чтобы я могла, допустим, при желании там из дома не выходить. Там даже два-три дня могу не выходить из дома. Хоть можете писать, не писать мне, что нужно гулять каждый день, там ходить. Нету желания просто так шататься по улице. Вот я, например, как-то так не это, не привыкла без дела куда-то так идти, прогуляться. Вот, поэтому выхожу, когда есть желание. Чего я через силу буду себя насиловать? Правильно? Не буду. Вообще, что хочу, то и делаю. Поэтому то, что там полезно, все это я знаю. Ученые мы. Вот. Но одно дело, полезно, не полезно, а другое дело, хочется, не хочется. Поэтому. Поэтому вот так вот. Хочу, выхожу на улицу. Не хочу, не выхожу. По желанию. Принуждать охота себя нету сильно. Вот. Ладно, девчата, что еще вам хотела я вам сказать? Ну, вот по поводу вот этих комментариев я вам сказала, да. Кто-то там написал. Ой, ну я же сказала вам в прошлый раз, да, что я буду снимать реже. Ну, будет что снимать, то, значит, сниму. Кто-то написал. Ну и досвидули. Ну и досвидули. Кому досвидули, тому досвидули. Я, кстати говоря, почему сейчас в последнее время перестала говорить там, что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Девочки, делайте, что хотите. Ставьте лайки, кому желание есть. Подписывайтесь, кому желание есть. Это никак ничего не меняет на самом деле. Ну, а те, кто очень сильно ждет моих видулечков, кому... Вот кто-то пишет, нам все равно, что вы снимаете. Что хотите, то снимаете. Что-нибудь говорите, что хотите, то и говорите. В общем, просто для тех, кто просто ждет моих видуликов, кому просто хочется вот мою болтовню послушать. Ну, для тех я это видео и снимаю, девчата. Потому что я же знаю, что кто-то ждет очень моих видосиков. Кто-то уже скучает за мной, потому что, ну, уже... Сколько? Три года прошло уже, четвертый год. Кто-то вот давно подписан на меня, смотрит и ждет. Вот для вас, мои любимые, кто ждет моих видосиков. Для вас я вот только сейчас и снимаю свою болтовню ни о чем. Так, ладно, девчата. Все, я, в принципе, уже подошла к финишной прямой. Сейчас огурчик, колбаску порежу. Новости включу. Я уже там звук убрала, поглядываю в телевизор. И буду смотреть, что у нас, какие новые события сегодня. А у соседки телевизора нету. Я уже ей говорю, купи, купи телевизор. Как можно без телевизора жить, я не знаю. Она все что-то оттягивает. У нее то-то надо, то-то надо. Не до телевизора все. И вот она приходит вечером. Ну, что новенького? Какие события? А я ей рассказываю, что новенького, какие события. Вот так и живем. Вот так. Так, все, мои хорошие. Делаю паузу. Я уже наболтала, ой-ой-ой, сколько. На целое видео. Кстати, я вам не сказала колбасу, какую я. Последнее время выбираю вязанка докторская или молочная. Ну, во-первых, она небольшая, как раз-таки, колбаска. Я вот вареную так особо сильно не ем на бутерброды. Вот. Она небольшая и в то же время и там, ну, она сейчас стала дорого что-то стоить. Что-то там 289, что ли, как-то так. Ну, что-то вот такая цена, как-то дороговато для вот такой вот колбасочки. Вот. Ну, в принципе, вот она нормально там раньше тавровскую брала, но я что-то в последнее время в ней разочаровалась. Ну, сейчас вязанку беру на оливье. Нормально. Катит туда. Все, девчата, делаю паузу. Все, девочки, нарезала я оливье уже все. И вот я хотела сказать, горошек тоже немаловажно. Ну, вот я беру обычно молодой горошек. Ну, вот Глобал взяла. По акции он был. Бандюэль, правда, дорого стал стоить. Ну, Бандюэль тоже вот молодой, хороший горошек. Горошек тоже, вот влияет на вкус. Если он такой нежный, хороший. Ну, вот видите, чтобы оливье было вкусное, приходится не скупиться, как говорится, и купить хорошие продукты. Все. Сейчас сюда добавлю чуть-чуть, ну, столовую ложку, может быть, сверху. Это вот, это вот у меня майонез такой есть. И сметана. Сметана еще есть. И все. Кстати, вот такую сметанку еще я взяла. Я брала ее раньше, я вам показывала как-то, но не говорила отзыв. Вот агрокомплекс Веселовский. Хорошая сметанка, мне понравилась. Я взяла ее еще раз. Так что вот еще сметана есть. И сейчас все это намешаю и буду кушать. Ну вот я и вышла, девочки. Оделась потеплее, потому что ветерок дует, уже даже сильный. Задувает, наверное, там, как бы этот звук вам. Сейчас за угол, может быть, за эту, тут лучше будет. Ага. Вроде меньше тут дует. В общем, короче говоря, дождик вот-вот начнется. Уже небо такое хмурое-хмурое. Я решила чуть-чуть выйти, может быть, опередить дождик и успеть доехать спокойно без дождя. Так, мусор я вынесла. Взяла немножко оливьешечку. Взяла зонтик обязательно, потому что я не хочу под ливнем промокнуть. Ну, пока дождя нету, пойду на автобусе, проедусь туда. Ну, обратно под дождем уже такси вызову, да и все. Не знаю, буду ли я там что-нибудь снимать. Может быть, ничего не буду у дочки снимать. Вот. Так что, как получится, так получится. Вот. Ну, вообще, вот если ветра не было, было бы хорошо. Ёлки-палки. Под дождем мокнуть совсем никак не хочется. Но я смотрела, и завтра дождь целый день. Сегодня это похолодание, ё-моё. Ну, что делать, что делать? Что делать? Вот такая вот погода у нас, как качели до самого конца месяца. И с этим ничего не поделаешь. Ну, грех жаловаться, у кого-то еще хуже погода. Так что у нас еще нормально. Так, все, погнала через дорогу. Так, доча кушает мое оливье. Добрый день, дорогие подписчики моей мамы. Как у вас ничего? Многие из них и твои подписчики. Как оливье? Вкусное? Хорошее? твое оливье идеальное. Всегда. Я вкуснее оливье не ела еще в жизни. Ну, вот, прекрасно. Ладненько. А вот Денечка. Он проходит там сложный уровень. проходишь, да? Занят человек. Понятно. Где мои котятки? Милочка, вот она, кошечка. Милочка, привет, зайка. Приветик. Чего ты? Чего ты мне не позируешь, как положено? Ладно, отстану от тебя. Дикая ты кошка. Дикая роза. Дикая роза. Не любит сниматься, не любит, правда. Кто это тут у нас? Милочка. Вот он. Ау. Вот он. Попрошайка. Попрошайка. Вечно голодный. Вечно голодный. Вечно голодный кот. Подвези за. Да. Ну что, девочки, дождик идет, как я и говорила. А, я уже из дома сейчас иду в садик за Настей. С зонтиком иду. Такой вот зонтик у меня. Вот. Ну, дождь такой умеренный, правда. Ливня нету. А сейчас еще и ветра нету. Это хорошо. Но, правда, лужи текут сейчас по лужам. Надо будет прыгать, скакать. В общем, сегодня и завтра тоже еще дождик. Видите? Говорят, когда пузырьки на лужах, это значит дождик надолго. Так, но мне будет сейчас неудобно идти с зонтиком и с камерой. о боже мой. Так что я сейчас снимать не буду ничего. Я сейчас быстренько подскачу, буду прыгать через лужицы. Видите, течет какая речка. Купила я Насте зонтик, а он там еще со свистком. Покажи зонтик, Настя. Красивый такой зонтик. Ой, Насте понравился. Так что у меня теперь дитё под зонтом. У неё там дома есть какой-то зонтик? Но она говорит, что ей этот зонтик нравится больше. Я, честно говоря, не знаю, Насте больше зонтик нравится или этот свисток. Идёт, свистит. О, какие петушочки растут. Пойдём скорее домой. Дома как-то поуютней. Тут-то сыро. А я уютный вот этим новым зонтиком. Ну всё, тебе теперь радость ребёнку. Ну это часть подарка. Часть подарка. У Насте завтра, кстати, день рождения. Я ж не говорила. Мне 7 лет исполняется. Завтра 7 лет Насте исполняется. Ну зонтик как часть подарка просто так по случаю купила. Хотя я раньше как-то думала о том, что её надо купить. Вот. И ну это не весь подарок. ещё. Мне родители ещё телефон собрать. Родители хотят телефон ей купить, как уже будущие школьницы. Но мы решили ещё денежки подкинуть туда, к телефону. Так что такие дела. Ладно, топаем побыстрее сейчас с Настюхой. Мы с Настюлей включили полнометражный мультфильм. Как там называется? Тайна магазина игрушек. Тайна магазина игрушек. Вот. Какой красивый зонтик. Вот это Настин. Это мой. Да? А ещё мы с Настей покушали оливье и пирожное купила тирамису. Это колос, золотой колос. Кола? Золотой колос производит. Очень вкусное и оно такое пропитанное, прям не сухое, воздушное, классное. Вот. Так что всё. Сейчас будем смотреть мультфильм как раз до папиного прихода. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Вчера уже не было даже сил с вами попрощаться и завершить видео. Что хочу сказать. Настя вчера ушла, посмотрела фильм, этот мультфильм. Полтора часа он шёл. Он ей очень понравился. Она очень увлечённая. Его смотрела тихонечко, сидела и как раз вот уже фильм закончился. Папа пришёл, забрал её и она ушла домой. А я легла спать и у меня уже не было сил. Я вчера набегалась целый день. Погода вот такая. Кстати, с утра уже дождь поливает, шпарит пасмурно на улице, прохладненько. Вот такая погода. Ну, такая погода сейчас у нас у всех, у многих тут рядышком. Не то, что в Сибири там жара. Всё поменялось, всё поменялось. Вот, что хочу сказать. Зонтик очень понравился Насте. Прямо она влюбилась в этот зонтик. Как-то вовремя мне так щёлкнуло. Думаю, о, зонтики, что я видела как-то там. Вот этот универмаг рядышком, который я вам показывала как-то. Там много зонтов и детских, и взрослых, и недорогих. В общем, выбрала я удачный зонтик. Настюльке подарила. Всё прекрасно. Вот. Я хочу с вами на этом попрощаться. У меня как раз сейчас есть время сесть смонтировать это видео. что я там вам наболтала вчера. Ну, в общем, короче говоря, вот сняла такое видео. Какое сняла, такое сняла. Посмотрите. Желаю всем хорошего настроения. Пишите комментарии, не ленитесь. Всем пока-пока. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok